Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минское городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбер. Более 2350 пожаров и загораний, жертвами которых стали 24 человека, зарегистрировано в столице с начала года. Минск чрезвычайный. В воскресенье поздно ночью пожар случился в девятиэтажке на улице Максима Танка. Горела квартира на пятом этаже. Огнеборцам удалось спасти 48-летнюю хозяйку. После осмотра медиками, сожогами и отравлением продуктами горения она была доставлена в больницу. Из-за сильного задымления в подъезде из соседних квартир спасатели эвакуировали 10 человек. Причина этого пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки розетки. Уважаемые радиослушатели, чтобы не стать жертвой короткого замыкания, пользуйтесь исправными электроприборами. Не допускайте перегрузки электросети и своевременно ремонтируйте электропроводку. Двое пострадавших, еще 15 эвакуированы. Таков итог пожара, который произошел в одной из многоэтажек на улице Шугаева в понедельник. 68-летняя хозяйка квартиры на втором этаже, где и произошло ЧП, проживала с 67-летним сожителем. Предполагается, что именно он не затушил сигарету. Пенсионерку вместе с мужчиной в тяжелом состоянии, с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализировали. А их соседи с верхних этажей и рядом расположенных квартир из-за сильного задымления были вынуждены временно покинуть свои жилища. МЧС снова и снова напоминает о недопущении курения в жилье. Цитируя слоган новой информационно-пропагандистской кампании Министерства по чрезвычайным ситуациям, «Я призываю всех курильщиков, не ждите белочку, тушите окурок». Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом в понедельник загорелось одеяло в подвале жилого дома на проспекте Пушкина. Стоит отметить, что доступ туда был неограничен. Не секрет, что с наступлением холодов люди без определенного места жительства устраивают себе ночлежки в подвалах жилых домов и становятся тем самым потенциальной угрозой для жителей дома. Нередко в огне и дыму гибнут и сами виновники, нелегальные субквартиранты. Если вам стало известно о таком соседстве, незамедлительно сообщите об этом работникам ЖЭСа. Будьте здоровы и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.